В Саратовской области очередной гололедный день. Прохожие падают на обледененных тротуарах. В лучшем случае отделываются ушивом, а в худшем дело заканчивается переломом. За полдня только в один трампункт Саратова обратились десятки пострадавших. Какая обувь может спровоцировать падение и как устоять на ногах в гололед в нашем следующем сюжете. Дорога домой и на работу в Саратове скользкая полоса препятствий. Резкое потепление в регионе сменилось не менее резким похолоданием. Замерзшую ледяную кашу присыпало снежком. И ловушка для прохожих готова. В трампункте Кировского района на улице Московской очередь. В первой половине дня сюда обратились 30 упавших. У 12 из них переломы. Четверых пришлось госпитализировать. Больше женщины и возраст за 60 лет. Два перелома голени отправили, перелом плеча. Это уже потяжелее, чем обычно. Эти соседи по несчастью ждут скорую. Парень нашел свой перелом на улице рабочий. А его пожилая соседка неудачно сходила на почту в районе Синного рынка. Я иду по Садскую. И через дорогу прям моя почта. И вот тут как горчик. Все. И я падаю. Людмиле Андреевне 76 лет. Говорит, за всю жизнь это ее первый перелом. И серьезный. Сломала кость голени. Предстоит операция. Врачи советуют в качестве защиты носить антискользящие устройства на обуви. Ну и вообще выбирать обувь в гололед осмотрительнее. Самое неудачное. С пластиковой подушкой. Самое неудачное. Две девчонки в школу ушли. Одна идет нормально, другую поддерживает. Другая идти не может, потому что у нее такие скользкие сапоги, что она еле-еле ползет. Вот тротуар на улице Вавилова. Рядом с торговым центром. Недалеко стоматология. Масса магазинов. Люди возмущаются ледяными волнами на тротуаре и пытаются обезопасить себя кто как может. Только разве что обходим с другой стороны, но пока никаких средств для того, чтобы это изменить нет. Вот обувь более-менее взяла. Которые сам не скажет. Я взял бы другое, я бы падал через каждые пять метров. Пыталась на подошву приклеивать лейкопластырь. Ну вроде бы немножко, но ненадолго. Аккуратнее хожу. Вот и все. Соблюдаю скоростной режим. Все. По прогнозам областного гидрометеоцентра, это было единичное резкое потепление. Но февраль свое отыграет. Со второй половины недели температура воздуха и в регионе, и в Саратове начнет понижаться. В областном центре дневные температуры в субботу и воскресенье будут наблюдаться от 6 до 8 градусов мороза. А ночные от 10 до 12 градусов. Так что зима будет продолжаться со всеми ее проявлениями. И в том числе не совсем приятными. Так что и бдительность, и равновесие в Саратове терять пока рано. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.